Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Лето в разгаре и думаю, что многие из вас уже побывали, либо собираются побывать на море. И на море есть великолепная, совершенно возможность поесть прекрасных морепродуктов. Я сейчас говорю про мидии. При этом хочу сказать, что на мой вкус, на мой взгляд, самым лучшим способом получить максимум удовольствия от какого-то продукта, это как можно меньше мучить его различными соусами, добавками, обработками и прочими кулинарными изысками. И сегодня я собираюсь показать самый простой, но самый вкусный, на мой взгляд, способ приготовить мидии. Самый простой по ингредиентам и по методу приготовления, но тем не менее, этот способ содержит несколько небольших, ну не сказать секретов, но тонкостей, на которые нужно обращать внимание, чтобы получить великолепный результат. Итак, чтобы насладиться вкусом этого блюда, нам понадобятся свежевываленные мидии, сухое белое вино, несколько зубчиков чеснока, оливковое масло, да, порадуйтесь за меня, наконец-таки я не 5-литровой бутылкой пользуюсь, а вот такой посудиной, и лимон. Даже, наверное, половинки такого хватит. Для начала разогреваем несколько ложек масла на сковородке и сразу выкладываю эти зубчики чеснока в масло. Сейчас оно начнет ароматизироваться, и в следующем у нас пойдут туда мидии. Процесс очень быстрый. Слышите, чеснок зашибел, выкладываю мидии. Мидии начинают раскрываться прямо на глазах, обратите внимание. И сейчас самое время добавить немного сухого белого вина. Это не должно быть дорогое вино, должно быть просто приятный, легкий аромат виноградный, с легкой кислинкой, без всяких изысков. И добавляю огонь. Сейчас пары этого вина начнут пронизывать всех этих моллюсков, и будет просто здорово. Отлично. Самое время добавить лимона. С лимоном, как всегда, остерегаясь малейшего зернышка, как написано у молоховец. И теперь обещанные тонкости этого блюда. Как я уже неоднократно говорил, морепродукты, креветки, моллюски, имеют очень нежные ткани, очень нежные текстуры. Они как яичный белок. И если их переварить, пережарить, переготовить, становятся очень плотными и твердыми, невкусными. Поэтому очень важно поймать тот момент, когда они уже сготовились, но еще не стали твердыми. Поэтому с мидиями нужно делать так. Во-первых, когда их подготавливаем к обработке, нужно снять, естественно, с них весь мусор, весь налипший. Вот эти вот нитки, их продают, собственно говоря, их выращивают в садках на таких канатах. Они липнут, растут, подрешиваются. Поэтому, когда их собирают, вот эти вот ошметки на них остаются. Это все нужно ободрать. После этого желательно подержать их в воде минут 20 хотя бы. Если в них был песок какой-то под створками, они в воде, промывая сами себя, этот песок выплюнут, выбросят из-под створок. Так вот, после этого выкладываем мидии в сковородку, начинаем готовить. Они начинают раскрываться. После того, как створка раскрылась, нужно подождать еще минуту-две, и ее можно доставать. Раскрываются они не одновременно, неравномерно. Поэтому этот процесс нужно проделывать непосредственно во время готовки. И те мидии, которые так и не раскрылись, лучше выбросить. Потому что, скорее всего, они уже дохлые. Ну, а дохлых готовить не стоит. Итак, я думаю, что для большинства раскрывшихся это озвученное время, минуты две уже прошло, можно доставать. Вот это уже явно готово. И все их аккуратненько перекладываем. Вот этот способ, на мой взгляд, это самый лучший, ну, по крайней мере, один из самых лучших способов для приготовления свежих мидий. Да, для мороженых этот вариант не проходит. Мороженые не имеют того тонкого морского аромата. Но если вы попали на море и ободряли ближайшую скалу, настоятельно рекомендую, приготовить их именно так. Несколько вызывают некоторые подозрения. Совершенно не факт, что они мертвые. Возможно, просто они лежали на куче других мидий, поэтому не успели сразу раскрыться. Поэтому их надо подождать. Ну, действительно, раскрывается. Еще одна. Еще одна. Так, и того. Всего одна у нас идет в отход. Итак, мидии готовы. Напоследок, когда я их уже достал, я свежим лимонным соком их еще немножко полью. Совсем-совсем немного. И в завершении можно приготовить для особых гурманов, я не собираюсь этого делать, мне нравится это больше всего так, быстрый соус для морепродуктов. Это 1-2 зубчика чеснока, их мелко разрубают, смешивают с оливковым маслом свежим и добавляют достаточно большое количество свежей петрушки, только мелко порубленной. И вот таким соусом заправляют морепродукты. На мой взгляд, этим мидиам больше ничего не надо. Давайте попробуем. Раскрываем. Створку. Смотрите, какая она оранжевая. Изумительно. Нежнейший вкус. Тут и сладость самой мидии, и солоноватость моря, и кислинка вина и лимона. Просто великолепно. И заметьте, я ничего не солил. Здесь не надо соли. Это великолепное блюдо. На сегодня это все. Спасибо за компанию. Готовьте, если сможете переловить себя в отпуске и таки набрать с ближайшей скалы побольше мидий. Таким способом настоятельно рекомендую. В дальнейшем, когда вы проникнетесь этим блюдом, я думаю, я покажу еще один-два варианта других, более сложных, для более присыщенных поедателей этих мидий. Но вот это, на мой вкус, лучшее, что может быть с мидиями. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok